Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Стол накрыт, присаживайтесь, и мы вместе с вами будем разбираться в причинах. Что же все-таки открывает благоволение неба? Мы в прошлый раз уже помолились об этом, но сегодня мы вскроем одну причину, которая это делает. По крайней мере, ведь Господь не просто потому, что Его надо попросить, и Он сделает, а потому что мы обнаруживаем, и мы просим у Него, чтобы Он показал нам, что нам надо менять. И вот это и есть диалог молитвенный. Не тогда, когда мы в одни ворота говорим и говорим, почему-то Господь не отвечает, почему-то Он молчит. А на самом деле у Него есть причины, почему Он не отвечает. Так как все обстоятельства, которые вокруг нас, они достигают цели в нас. Через эти обстоятельства Бог работает с нашей внутренностью, с глубиной, с сердцем, с той вселенной, которая внутри нас. И потому, когда мы позволяем Богу прийти на эту территорию нашего сердца через молитву, то Он начинает нам давать определенное направление, при котором важно послушаться. И потому следующий стих говорит так. «И послушались за Рававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слов Агея Пророка, как посланного Господа Богом, и народ убоялся Господа». Послушались. То есть, друзья мои, вот где ключ, вот где причина. Потому что есть разница между намерением и действием. Даже между решением и действием есть разница. Я на таком простом примере хочу вам это показать. Например, вы представьте картину. Сидят на ветке пять птиц, но три решили улететь. Сколько птиц осталось на ветке? Наверное, первый вариант ответа – две. На самом деле, я могу не согласиться с вами. Потому что решили, но улетели или нет – это вопрос. Как правило, если это человека касается, то решений много мы принимаем в начале Нового года. Например, когда наступает Новый год, как многие люди говорят, вот в Новом году все будет по-новому. Либо с понедельника начнем. Если такие мысли, такие ожидания возникают у нас, то есть намерения – это добрые, желания добрые, решения добрые. Но давайте действовать. Потому что в данном случае послушание – это как уже принятое решение на действие. И они послушались, чтобы двинуться. Там шла речь о строительстве храма. Мы сегодня говорим о храме того человека внутреннего, который внутри нас. И Господь имеет в виду, что Он нам поручил это строительство. Но также строительство во взаимоотношениях друг с другом. Потому что один камень – это еще не храм. Но тогда, когда мы из себя созидаем, вот как живые камни, устрояя что-то доброе, то и взаимоотношения, взаимосвязи начинают простираться друг к другу. И выстраивается эта живая стена, или то, что мы называем уже храмом. Или Бог это начинает видеть, как его строение. Поэтому они не просто послушались, они начали действовать. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилела, правителя Иудея. То есть идет речь о правителях, которые приняли решение не просто послушаться, а начать действовать. И как только они приняли решение, следующий шаг за Богом. И возбудил Бог дух. Что такое возбудить дух? Когда человек не может иначе поступить. У него вся внутренность говорит о том, что я хочу это делать. И потому, друзья, сначала услышать. Согласиться на анализ. Затем послушаться. После послушания Бог входит навстречу для того, чтобы возбудить дух. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня приняли решение и начали действовать. А Бог возбудит дух и других людей, от которых зависит решение тех или иных важных для нас вопросов. И молитва как помощь, как благословение, как канал, по которому течет Божия жизнь и Божий ответ. Небесный Господь во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что мы на земле, но Ты видишь каждого человека, живущего на этом месте, на этой планете. И я благодарю Тебя, что Твое сердце обращено к нам сегодня, чтобы мы были в числе тех, кто может Тебя не только услышать, но послушаться. Помоги нам слышать голос Твой и быть послушными в том, чтобы и дух наш был возбужден Тобой. Я благодарю Тебя за Твои ответы, за Твои благословения, за Твоих ангелов, которых Ты посылаешь нам. И за то, что благоволение, как щит, нас венчает. Слава Тебе за это, Господь. Во имя Иисуса Христа. В Духе Святом. Аминь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»